В Одессе прокуратура объявила войну арендаторам городских пляжей. В судебном порядке требуют, чтобы как минимум половина коммерсантов освободили побережье из-за выявленных нарушений. Что это? Попытка навести порядок или банальный передел прибыльного бизнеса? Мнение сторон собирали наши корреспонденты. Песок, заставленный платными топчанами, шатрами, покрытый деревянными настилами, а на них бары, рестораны, аттракционы. Курортникам зачастую даже прилечь негде, чтобы позагорать. В итоге многие вынуждены перебираться либо на грязные общественные пляжи, либо ютиться на задворках коммерческих зон. Вот если вы сами посмотрите, то по уголкам, по уголкам люди как бы, мы как мышки. Я считаю, что тут нет доступного отдыха для средних слоев населения. Прокуратура проанализировала все жалобы, нарушения и подала в суд на 36 предпринимателей, арендующих пляжи у города. Требует немедленно разорвать договоры. В итоге коммерсантов могут выгнать примерно с половины территории Одесского побережья. Прокурор показывает, вот, например, типичные нарушения правил эксплуатации. На пляже нет спасательной станции, медпункта, а деревянные строения незаконны. Когда арендарь хочет разместить любую споруду, он должен согласиться с схемой ее размещения на арендованной площади пляжа. В данном случае, в этом пляже, например, схема такая не согласилась, и арендарям самовольно было размещение указанной споруды на свой рассуд. Предпринимателей комментировать судебные иски не хотят. Общественники же к действиям прокуратуры относятся скептически. Версии две. Либо центральные органы власти с местным руководством не поделили сферы влияния, либо в Одессе готовится передел рынка пляжных услуг. И если так, то вряд ли на освободившееся побережье придут добросовестные участники. Скорее всего, да, таким образом пытаются выяснять, кто здесь за главного, кто тут хозяин. Это очень напоминает ту же картину, которая обычно происходила здесь. То есть приходят новые, но процесс один и тот же. В Одесской мэрии версию такого заговора отрицают. Главный аргумент – уж очень сложная многоходовочка. Ну уж слишком много тогда в ветвей власти вовлечено в этот весь процесс. И исполнительная ветка власти, и надзирающая, и судебная. В результате очень большой заговор. Первые иски против арендаторов пляжей прокуратура уже выиграла. Обещает на этом не останавливаться. Тем временем даже при беглом осмотре Одесского побережья обнаруживается еще масса проблем. Так на пляже Аркадия прямо с отдыхающими соседствует труба, по которой стоки сливаются прямо в море. Как результат, на поверхности огромное пятно бурого цвета. И среди всего этого купаются люди. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности – телеканал «Интер» Одесса.